акта гневых работ что ты в печку полез здесь техника три арки и все разные камеры сгорания вот именно по типу тандыра это будет конечно цвет естественный кирпичный и добавится черная ковка есть там совсем другая кладка и проработал пять лет на комбинате футеровщика так идем смотреть барбекю тут есть расписание посещений все расположено надо конечно шутка да да это шутка конечно проходите у меня здесь таком состоянии все в рабочем как бы вот такой вот комплекс да как бы он планируется вообще то есть тоже отточенный каждый кирпич каждый вот все это набрано здесь применена как бы я наверное говорил когда-то давно метлавская плитка она не боится не грибка не не плесени на никакой ничего и температуры тоже не боится то есть если мы достали отсюда что-то горячее прямо поставили на метлазкую плитку у нас ничего здесь не заговорится да это старая плитка да это еще советского союза она еще попадает сведо вот сюда конечно вода уже подведена вот тут дровянячок такой здесь вот место под казан да и поскольку место такое темноватое да как бы пришло такое решение сделать подсветку здесь и именно шашлыки когда жаре чтобы видно было все удобно хорошо со временем здесь добавится очень много элементов ковки ковки вот их хотел бы сочетать именно кованая с кирпичом и красках конечно будет краситься в два цвета один темный чтобы выделить вот эти места вот эти места вот эти места это будет конечно цвет естественный кирпичный и добавится черная ковка я еще пока не знаю не думал об этом но зимой будет время подумаю как как бы это это все решить но вообще хотел бы да еще заметить что это бюджетный кирпич получается да это здесь именно работа мастера фактуру так скажем создать и аккуратно сложить смотрится вообще зачетно и вот здесь вот еще хотел бы показать можно вот смотрите какой здесь вот элемент сделаны почему было принято решение сюда выдвинуть чтобы можно было с огорода допустим зайти здесь вот руки помыть и мне пришлось выдвинуть сюда вот пришлось вот это тоже заточить все и вот еще хотел бы добавить здесь вот сделано камера сгорания вот именно по типу тандыра то есть у меня только с одной стороны на 120 защищает а везде по периметру 250 толщина стены если очень долго топить ее то в принципе туда можно будет и курицу положить она спечется также вы то есть как бы принцип тандыра но соответственно задвижка здесь для этого сделано чтобы перекрывать полностью вот эту камеру которая нагреется и камера сгорания да мы ее перекрыли положили туда все утром пришли достали ну или через какое-то время допустим ну соответственно вся фурнитура все литье это благодаря нашим друзьям печному миру вообще конечно здесь техника три арки и все разные то есть одна арка обычная лучковая вторая с таким неким замком да я тоже хочу с гравером здесь поработать третья арка такая как здесь трехцентровая получается один один второй большой большой как абсолютно верно ну и конечно моя любимая техника ласточки на хвост а здесь применена здесь внутри идет арматура все клеем залито то есть она уже никуда никак не денется они все три так сделаны многие печники делают ядро шамотная да как бы вот я пустил опять-таки наш иркутский кирпич социальный такой скажем так недорогой и у меня всего лишь две трещинки вот там вот хотя топлю и очень часто как бы его вот всего лишь две трещинки а так держит великолепно и здесь еще хотел бы добавить здесь применена техника двойного зуба то есть зуб сюда идет и зуб идет туда и поэтому как бы работает конечно великолепно даже если ветер как правило оттуда попадает сюда удар здесь вот завихрение маленько выбрасывать но все равно забирает туда труба шестерик сделано с кипяча кема который как бы такой надежный для трубы он не будет отслаиваться потому что и кз трубы нежелательно делать они все равно но они все равно ослаиваются и рушатся со временем ну а так больше сергей в чем ну так скажем специализируешься сейчас вот как печник что больше спросом является барбекю печки камины то есть в чем ты скажем что больше делать дом максим николаевич ну в принципе тут зависит от заказчиков если работы много по барбекю мне без разницы я могу и барбекю любое сделать и печку любую я люблю фантазировать это именно придумывать сам стиль как бы какой-то определенный чтобы ему не повторяться чтобы делать не как все ты чтобы какая-то свой стиль был у сергея был опыт в промышленных котлах работа с промышленными котлами футеровка промышленных котлов вот хотел хотелось бы поговорить так скажем как это делать и применимо ли это к бытовым печам то есть ну как может ты в своей сфере работали с бытовыми печами это используют 6 лет и можно использовать если нет то я думаю что у тех же печников кто работает бывают заказы по промышленным котлам будет тоже полезно послушать но что могу посоветовать вообще печникам по поводу промышленных печей то есть ребята однозначно если вы работаете шамотом то ставьте всегда по углам уголки металлические стягивайте полосой потому что ее рвет как правило то есть она должна быть в неком бандаже как бы и желательно когда кирпичная кладка сделано защитить ее асбестом и потом уже металлом все это стягивается стягивается тогда конечно эти котлы они работают хорошо и долго если этого не делать то при циклических вот этих остановках конечно не полопаются то есть надо не забывать про температурные швы что один метр кладки должен быть один температурный шов вообще как бы промышленных печей есть паровые котлы вот допустим у меня в ангарске мясокомбинат как бы у меня на обслуживании то есть у них три паровых котла я их раз году как бы меняешь до делами за наживая часть футеровки ну да то есть я футеровку старую убираю и новую кладу как началось вообще все как бы почему начал вообще как бы почему начал заниматься именно промышленными печами девяносто девятом году я устроился работать на нефтехимическую компанию футеровщиком мне это стало интересно я как бы каменщиком проработал много как бы лет а поскольку высший разряд я получил выше уже головы не принес то есть я проникает про кирпичную кладку все знаю мы хотелось конечно попробовать именно промышленные печи то есть там совсем другая кладка и проработал пять лет на комбинате как футеровщиком то есть он п.з. полимеры химзавод все вот эти все печи были опытный завод как бы у нас рмз. там кузнечный горный это конечно все где-то делал когда-то какие-то газы или что-то можно угореть там да бывает выделение какие-то давая до материал то есть как бы это если это допустим производство да то есть однозначно то есть идешь подписывать это называется огневые работы то есть акта ленивых работ что ты в печку полез подписываешь у начальника что ты туда лезешь потом 20 21 первую форму тоже подписываешь это чтобы что ты мало ли что с там собой случилось чтобы это было все официально документально что как бы не просто так ну и соответственно когда приходишь уже на печь разговариваешь с оператором проверяет то есть он берет анализ как бы что там в печи все нормально что там нету ни газа нет ничего чтоб не угореть потому что это как бы такое дело серьезное напутствие печникам вот молодым начинающим ребятки на самом деле старайтесь трудитесь не бойтесь а если что-то спрашивайте совета у опытных печников я так думаю все печники всегда делятся советами какими-то наработками обращайтесь ну не бойтесь старайтесь трудитесь у вас все получится однозначно серега герасим с города ангарск ладно я думаю что на этой ноте мы закончим конечно бассейн и утра принял власти нас